Аю, с вами Трэнди. Прикиньте, в 2020 году я решил сделать обзор на Galaxy A10. А знаете почему? Потому что я просто офигел с этого смартфона. Мне по определенным причинам надо было купить очень недорогой, но нормальный смартфон, чтобы был ватсап, камера, гугл сервисы и хорошее время работы. Что я сделал? Конечно же пошел на Яндекс Маркет, выставил параметры и по отзывам самым подходящим оказался именно A10. Я так-то сильно удивился, что их все еще продают, потому что телефон 2019 года, да еще и не флагман, но об этом позже. Так как кодовам в интернете сложно доверять, помню историю с A50, все писали от него кипятком, я взял его в руки и просто офигел от того, как в нем все плохо за его-то деньги. Так что приходится проверять все самому. Ну и заодно расскажу все вам. Мало ли вам понадобится смартфон за 7000 рублей. Да, он стоит всего 7000 рублей. Новый Ростест с гарантией и тому подобное. Итак, начнем. Телефон продается в очень маленькой коробке. В ней только зарядник, телефон и скрепка. Все, больше ничего нет. Но оно и понятно, что вы хотели за 7000 рублей. Что расстроило? Так это то, что в телефоне мало того, что микро-USB, а не Type-C. Но это тоже ожидаемо. Так тут еще и зарядка 1 Амперная и провод капец короткий, меньше метра. Мне в комплект с электрическими щетками за 300 рублей такой клали. Но по большому счету все это мелочи. Если телефон сам по себе нормальный. А тут он реально смог меня удивить. Сразу скажу, наверное, тут 2 сим-карты, нет NFC, так что бесконтактных платежей не будет. Это самая базовая. Также еще запишу в базовое то, что он все еще обновляется. На него пришло обновление на 10 андроид и One UI 2. Это просто как-то было нереально меня удивило. Теперь к остальному. Но тут хочу рассказать, что мы с парнями запустили группу вконтакте для любителей игр и игровых консолей. Там вы найдете приятное общение, интересные новости и многое другое. Если вы любите игры, то вам точно к нам. Ссылка в описании. И снова к делу. Экран тут хороший, большой, яркий. Чисто субъективно он мне очень нравится. Не амолед, конечно, но, как я сказал, субъективно у меня к нему нет претензий. Может есть какие-то отклонения по цветам, но это самсунг. Они сами делают матрицы, так что я думаю, что в этом плане тут все более-менее нормально. Углы обзора у экрана хорошие. Чуть-чуть уходит куда-то в сине-серый при отклонении, но изображение отлично видно. Правда, самсунги сэкономили на олеофобном покрытии. Тут его вообще нет. Отпечатки остаются только в путь. Как спереди, так и сзади. Корпус тут пластиковый. Мне кажется, без чехла он быстро превратится в какаху. Но собрано все добротно. Не скрипит, не люфтит, ничего такого нет. Также в телефоне нет датчика отпечатка пальцев, но есть распознавание по лицу. По большому счету защита на уровне щеколды на воротах, но хоть что-то. Теперь по работе самого устройства. Работает он точно не шустро. Объективно, не на уровне флагмана, но фризов и диких тормозов, которые я видел на некоторых китайцах за те же деньги, я не заметил. Просто иногда призадумывается при первом открытии приложений или при быстрых переходах по системе. Я думаю, что люди, которые до этого никогда не пользовались флагманами, на это даже не обратят внимания. Экран тут HD, поэтому и видео вы сможете смотреть только в 720p, но в то же время он благодаря этому очень медленно расходует батарею. На день активного использования его точно хватает. И знаете еще что? В этом телефоне, как и в любом Самсунге, есть режим максимальной экономии. Это блин для такого телефона просто отрыв башки. Тут другим телефонам сложно что-то противопоставить. Дарите такой телефон бабушке, ставите режим максимальной экономии и все. Ей телефона хватает на неделю. Да и не только бабушке. В этом режиме можно и на ютубе посидеть, и в ватсапе, и фоточки поделать, и в галереи позалипать. Это я считаю киллер фича для такого супер бюджетника. И в этом режиме ничего не тормозит, потому что нечему нагружать телефон. Главное не забывайте оставлять фоновую работу сетей, а то сообщения в ватсапе не будут приходить. Но с этой батареей и зарядкой есть очень серьезный косяк. Да, хватает надолго, но 1 амперная зарядка заряжает телефон часа 2. А если при этом пользоваться им, то вообще может и на 3 часа это все затянуться. То есть получается придется оставлять заряжать телефон на ночь. Что не есть хорошо, но в то же время вам же не пользоваться этим телефоном 5 лет. Так что можете расслабиться. Теперь фото возможности. Их по большому счету особо нет. Телефон просто фотографирует. 13 мегапикселей основная и 5 фронталка. Ну в условиях дневного освещения у вас и ладонь хорошо сфотографирует. А вот в условиях плохого освещения тут конечно не шик и блеск, но терпимо. Видео пишет Full HD, 30 кадров. Но это наверное только для личного архива. Но блин, всяко лучше чем мы иногда видим в интернете. Я вообще не могу понять на что иногда люди снимают при условии, что телефон за 7 тысяч снимает удобоваримо. Тест видео и звука на Galaxy A10. Ну примерно вот такое качество. Тут у меня фонарь стоит. И соответственно вот такое качество. Если мы выключаем. Ну сами слушайте, смотрите как вам. Немножко руки трясутся. Не знаю, норм не норм. Так, приближаем. Ну тут уже все умыло. А так, вроде шумы есть, но терпимо. А так вроде даже и смотреть можно. Нормально. Ну вот как-то так. Немножко тряски. Мы желейность проверяем. Ну вот. Теперь по звуку. Ну он есть. Громкость хорошая. Не сверх, но хорошая. И в то же время никакая. Плоская, без души. Ну это конечно шутка, но реально звук тут обычный, терпимый. Тут стоит, без которых очень грустно на стандартном свече. Узнаете как играть в онлайне на прошитой консоли и избежать бана? И что там с этой новой прошитой гипой? Теперь к тому, чем на этом телефоне заниматься наверное не будут. Но так для порядка надо это сделать. Игры. Понятно простенько он будет тянуть без проблем. Любителям Бравл Старса все двери открыты. И там всякие убивалки времени я даже ставить не стал. Сначала я поставил и запустил Асфальт 9. Игрушка не супер требовательная, но красивая. Телефон ее загружает очень долго. Играть возможно, но крайне неприятно. Она объективно иногда подтормаживает и фризит. Дальше я хотел скачать PUBG, но его на этом телефоне не завезли. Но завезли PUBG Mobile Lite. И знаете что? Я офигел. Эта Lite версия работает просто великолепно. Никаких тормозов, вообще никаких. Все отлично работает. Картинка терпимая. Играется приятно. На транспорте и во время стрельбы лагов нет. Это просто чудо какое-то. Но памяти тут всего 32 гигабайта. Поэтому все сразу удалил. Для ватсапа и фоток этого хватит. Но если снимать видео и ставить много приложений, то надо конечно покупать карточку памяти. Они поддерживаются до 512 гигабайт. Не знаю зачем, но то что есть это хорошо. Ну как-то так. Для ютуба, ватсапа, браузера и фильмов через HD видеобокс подойдет точно. Но вот для инстаграма не уверен. Ну типа других смотреть можно, а выкладывать только после обработки наверное можно. Чтобы не было стыдно. Если ролик вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, на группу вконтакте и на дискорд сервер. Там я активно общаюсь. А на этом у меня все. Всем удачи и пока.